На этом FXR 1994 года, как и на всех карбюраторных Харлеях без АБС, в тормозной системе используется силиконовая тормозная жидкость ДОТ-5, которая не разъедает краску, не абсорбирует влагу, имеет большой срок службы и высокую температуру кипения, как в чистом состоянии, так и с водой. На мотоциклах с АБС ДОТ-5 не используют, потому что в ней образуются пузырьки при работе клапанов ГЛОК АБС. ДОТ-5 нельзя смешивать ни с какой другой тормозной жидкостью, но владелец этого мотоцикла долил заднюю тормозную систему гликолевую ДОТ-5-1. В результате поршень суппорта подклинивал, колодки стерлись до основания и сточили тормозной диск. Сейчас сложно определить причину, возможно разбух сальник или жидкость разъела краску на фитингах, которая образовала шлак, из-за чего поршень плохо возвращался. В любом случае диск с колодками и тормозным шлангом под замену, суппорт ремонтировать, систему промывать. Как видите, поршень очень сильно вылез из застертых колодок и перекосился. Пыльник выдавило из-под стопорного кольца. Суппорт отлично очищается средством для мытья посуды. При сборке я буду использовать ремкомплект с новыми колодками. На старом поршне есть задиры с остатками краски или резины и следы ударов, видимо пытались его вбить обратно в суппорт. Сперва устанавливается резиновая прокладка в паз. Трущиеся поверхности смазываются тормозной жидкостью. Затем вставляется новый поршень. Поршень необходимо выдавить так, чтобы был доступен паз под пыльник. Пыльник фиксируется стопорным кольцом, которое должно сесть в углубление до упора. Старый резиновый тормозной шланг не годится по сроку годности. В него интегрирован датчик включения стоп-сигнала, а также используются специальные банджо-болты с дюймовой резьбой под шайбы с резиновыми уплотнителями. Краску на фитингах разъела жидкость ДОТ-5-1. Новый армированный шланг я сделаю из компонентов Хелл. Мы официальные дилеры с номером 129, который есть на всех гильзах наших шлангов. Вместо оригинального датчика использую банджо-болт с интегрированным датчиком, которому я уже подключил ножевые клеммы. В фитинге Хелл из нержавейки можно гнуть под любым углом и проворачивать после опрессовки, что существенно облегчает сборку и установку. Гильза обжимается в радиальном прессе и обеспечивает надежное тройное уплотнение фитинга в шланге. Со шлангом я использую новый нержавеющий болт с шайбами. Далее я установлю новый тормозной диск. Резьбу на болтах легче всего очистить специальной гайкой. Болты сажаются на фиксатор и затягиваются с усилием 45 ньютон-метров друг напротив друга. перед снятием колеса я проверил свободный ход цепи. Он был около 5 сантиметров с вывешенным задним колесом. Ось колеса затягивается с усилием 88 ньютон-метров. Я использую новые направляющие, которые идут в комплекте с колодками. Внешняя колодка фиксируется скобой. Болты крепления суппорта затягиваются с усилием 27 ньютон-метров. Датчик тормоза подключается в оригинальный коннектор. Фитинг с желтой биркой HELL соответствует суппорту. При прокачке я спустил несколько бачков, чтобы промыть главный тормозной цилиндр, который сбрасывает воздух автоматически. В этот момент как раз видно, как пузырится силиконовая жидкость DOT 5. Сейчас задняя тормозная система не только отремонтирована, но и улучшена за счет армированного тормозного шланга, который не расширяется под давлением и имеет неограниченный срок эксплуатации. Приобрести компоненты ведущих брендов для мотоциклов Harley Davidson и получить консультацию можно в нашем мотомагазине Stantex. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok